Сегодня отправляется наша команда, время помогать людям на фронт к ребятам, потому что поступил срочный запрос, ребятам необходимы окопные свечи, чтобы греться. В тех нелегких условиях сегодня, если у нас в Анапе минус 8, там намного холоднее и поэтому срочно выезжают. Хочу всем сказать спасибо за то, что вы так откликнулись на просьбу и за короткий срок мы собрали очень большой объем груза, который сегодня отвезет на фронт. Всем огромное спасибо, а вам удачной дороги. Друзья, знакомая машина, я помню, когда ее солдата впервые увидели ночью, мы самозапом на нее ехали, они прям были очень удивлены. Мы приехали на улицу Солдатских матерей 4, город Курорт Анапы, хотим поблагодарить магазин 220 вольт за предоставленный транспорт для нашей поездки. Ну а теперь поехали загружаться. Красная площадь и пункт приема гуманитарной помощи, время помогает людям. Вот как раз отсюда видно, сюда вы можете тоже приносить помощь для наших солдат, отвезем, как говорится, доставим все, ребятки. Не все и дают всегда по плану, вот первый косяк, здесь звук не записался, наши подписчики несут помощь для солдат. Хочется поблагодарить АИД за то, что собрали гуманитарку для ребят. Ребятам еще достанутся котлетки с пылу, с жаром, конечно, мы их уже такими не довезем, но все равно они будут свежащие, домашнищие и прекраснейшие. Вам спасибо огромное. На здоровье, на счастье, на любовь, на успех, на удачу и чтобы мы были первыми, мы победим. Вернетесь, мы вам больше еще нажимаем. Да, будем стараться. Будем ждать вас. Это не последнее, это только начало. Спасибо. Отправлять. Ребята будут рады. Будет пахнуть дома. Анапа просто молодцы. Дорогие мои, самое важное, что сегодня происходит, вообще у нас есть именинник. Надо его поздравить, его надо с днем рождения, поедем уже по-любому, пожелать ему здоровья, чтобы... Вообще хотелось, чтобы ты размножался как-то побольше. Таких, как ты, людей должно становиться больше. У меня уже трое. Еще надо. Взаимно всем размножаться, Россия должна увеличиваться и побеждать. Да, дай Бог. С днем рождения. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, наш любимый руководитель. С днем рождения тебя. Спасибо. Здоровья, счастья, долгих лет. Это все действительно и искренне очень. Подождите, давайте я вас хоть обниму, родные. Знаешь, чтобы твои ножки всегда были очень красивыми. Красиво выглядели, да. Это фронтовые носки. Юр, от души. Юр, от души. Спасибо. Я всех люблю, ценю. Спасибо, что вы рядом. Вы знаете, как для меня ценно, когда тебя окружают люди, которые с тобой одним духом, одним делом. И мы вместе, я думаю, еще много-много дел сделаем. Поэтому всем вам огромное спасибо, что вы рядом. У нас большая команда. Все вместе. Всем привет передадим. Всех с наступившими праздниками и наступающим старым Новым годом. И пусть этот год принесет как можно хороших новостей и хороших дел. Ура! Мы собираемся уже к отъезду. У нас Nissan X-Trail полностью загружен. Все снимают на прощание. Goodbye. Молодцы. Мы большие. С Богом, с Богом, с Богом. Полностью. Полностью все загружено. В общем, ребятки, время на часах 7 вечера. Мы грузимся с двух часов дня. Дорогие жители города Анапы, спасибо вам огромное за то, что помогли нам так экстренно собрать груз и помочь нашим ребятам, которые обледенели. Также поблагодарить Юру, который так просто взял экстренно. Я поеду, я поеду. Вот такие вот ребята в тылу очень нужны. Поблагодарить Владимира. Он тоже очень быстро отозвался. Это тоже подписчик Юры. Он говорит, да, я поеду спокойно. И вот мы смогли еще догрузить помощь ребятам. Хочу выразить огромную благодарность нашим волонтерам. Девочки, которые трудятся днем и ночью 24 на 7. Низкий поклон Красной Горке. Галя Шишкина. Вы за ночь сшили 50 одеял. Девочки всю ночь трудились, чтобы укрыть от тепловизоров ребят. Девочки, которые плетут сети. Также от нас от всех вам благодарность. Ребята очень ждут маскировку. Огромное спасибо за котлеты, за пирожки, сладости, которые вы там всю ночь пекли. За сосиски в тесте. Всем огромное спасибо. Время помогать людям. Мы начинаем свой путь по времени до крайней точки нашей. Почти 1000 километров в одну сторону. Ехать нам придется через Ростов, потому что цельный металлический фургон не пропускает через Крымский мост. С лета ни в ту, ни в обратную сторону. Севсотранспорта Российской Федерации дозвонился. Пояснили, что как сейчас работает. И машем. Пора нам уезжать, ребятки. Девчонки остаются. Мы загрузились и путь дорогу. Где-то около 2000 километров нас ждет. Это туда-обратно маршрут. Самое главное, чтобы погода не подводила. Спасибо еще раз всем за поддержку. Тепло, эмоции от души, ребят. 1 час 20. Мы заходим через мостик в Ростов. Объездную, к сожалению, там закрыто движение. И вот он, Дон красавец. С правой стороны. Ну и Ростов. Горит огоньками впереди. Это вообще красотища какая. Дон уже тех точно переезжает. Вообще Ростов снежный, но дороги почищены очень хорошо и тротуары. Поэтому снег только вот так вот можно в промежутках улиц где-то осмотреть. Здравствуй, Ростов. Вот это красота елочки новогодние. Она как будто жар птица такими сделана лапками. Это в Ростове очень красиво красный. Не буду пока комментировать, почему я за рулем нахожусь. Ниссанчиком. На горизонте уже появляется Мариуполь. Посмотрите, как светится небо. Как днем. На часах у нас при этом, ребята, 4 часа 25 минут. Россия пришла очень сильными темпами. И от переправы там уже 4 полосы будет, наверное, трасса. Расстеленная, огромная просто. И работает круглосуточная техника на ней. Если кто-то не верил, посмотрите, новые микрорайончики появляются. Уже причем в зданиях во многих горит свет. И честно не узнаю, насколько тут все изменилось. Просто за полгода. Вообще помню, разбито, раздолблено все было. Сейчас, смотрите, освещение. Вообще круто. Полтора года с момента того, как закончились бои. Вообще все по-другому просто выглядит. Но частный сектор, конечно, еще восстанавливает здесь. Но вот я смотрю, многоэтажки. Плюс вон краны везде стоят. Вот эта работа кипит. Новые здания. Либо это так отреставрировали. Вообще фантастика. Просто я не верю. Настолько все быстро. Первое, смотрите, ребятки, наша точка. Подъезжаем. Нас ждет уже здесь машинка. Первая разгрузка у нас. Здесь сети. Еда. Вкусняшки разнообразные. Доброе утро, ребята из Анапы. Спасибо вам большое за то, что вы о нас не забываете. Помните, беспокоитесь. Передали нам вашу посылочку. Также хочу поздравить вас с наступившими праздниками. Пожелать вам здоровья в этом новом году. Мирного неба над головой. Победа, как они за горами. И все равно мы ее добьемся. Спасибо. Я такой Камазик не встречал. Это то, на чем приехали ребята за гуманитарочкой. Бронированная капсула. У него крутой автомобиль. Хотя я ездил на бронированных. Помню, нас в артиллерии ребята подвозили. Но такого крутого. Это прям что-то новенькое. Мы еще не видели. Вторая разгрузка у нас. Это у нас на креста. Тут тоже большая сборная солянка из всего, что мы собирали. Ну, в общем, одну машинку разгрузили. Двигаемся дальше. Сейчас мы подъезжаем, ребят, на мост, который был разрушен. С левой стороны Азовсталь. И поворачиваем направо. Вот он, пожалуйста, уже восстановленный мост. А будет здесь четыре полосы полностью. Я смотрю, что они тоже уже, в принципе, готовы. Я помню, когда впервые проезжал. А там на обломках моста стояла разбитая техника. Здесь было понтонное переправа. Ребят, полгода. Просто полгода новый мост. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Это какой-то сверхрежим восстановления. Свет. Тротуары. Трасса. Отбойники. Все. Готово. Все работает. Вот выглядит этот центр Мариуполя. Здания подсвеченные уже. Конечно, есть еще и разрушенные. Но при этом они уже внесены все заборами. И их восстанавливают. Город меняется на глазах. Еще раз. Полтора года назад закончились только боевые действия. Электробус, по-моему, пошел, да? Хочу сказать, как житель Анапы, может быть, даже завидую таким автобусом. И мы по проспекту Мира двигаемся дальше. Просто посмотрите, что там впереди творится. Какая красивая подсветка реализована. С левой стороны сквер с освещением. Понятно, что в 5.23 никто не гуляет. Но все равно, посмотрите, как это все выглядит. И здесь тоже везде восстановительные работы идут. Вот тут мы кушать ходили, я помню. Вот тут здание было тоже построено. Смотрите, восстановили все, уже фасад сделали. Уже магазин туда заехал. Работы, конечно, еще много. Но при этом и сделано. За полгода. Вот реально у меня в голове не укладывается. Боевые действия закончились полтора года назад. Одно активное восстановление прошло как, ну, больше, наверное, полугода. Такие вот флаги России висят над проспектом Мира. Для меня это невероятное ощущение того, что действительно, когда хочется, можно делать. Делать очень круто. Вот смотрите, тоже обновленный фасад здания. Какой-то новый домик стоит. Везде освещение, везде подсветки. Вот тоже люди на автобусных остановках. Помню, когда заезжали, тут город-призрак, ничего не работало. Сейчас вам даже ночью, как днем. Вот, наверное, самый главный показатель. Я сначала думал, что я тут ночью буду снимать, все будет темное. А тут едешь, подсветка такая, что прям радуешься. Голубь из Голубь из Голубь. Ага. Распект Мира, это инсталляция с елкой новогодней. Я думаю, что любители Мариуполя. Вот это да, тут тоже все здания, смотрите, уже восстановили. По крайней мере, от которых выходит сюда, на фасады отделана красота. Ну, я очень рад, что так быстро все происходит. С этой стороны, ребята, посмотрите, как сделали. Вот раньше были вот такие здания. Темненькие, серенькие. Сейчас восстановленные, как выглядят. То есть, даже старые отделку делают. Вот видно, какие-то подъезды уже полностью восстановлены, какие-то еще только восстановлены. А вот уже готовы. Целый городок вообще, новые здания. Свет горит. Там уже на выезде из Мариуполя. Тут жилые микрорайоны появились. Я помню, когда впервые выезжал, тут какие-то стройки только велись. Сейчас. Даже не знаю, как это прокомментируют. Вон, машины стоят, людей в Новый год встречают. Просто красота. Какие домики симпатичные. Не просто, как говорится, чопорно, ровненькие. Вот, по рельефчикам. Света красивые, тоже такие пастельные, подобранные. Просто вау. Вот там и котельная уже работает. С левой стороны зеленых тонах домики. Еще один жилой комплекс. По-другому не могу сказать, могут, когда надо. Ух ты, какие там спортплощадки внутри. Я реально завидую. Большое здание. Это, получается, госпиталь. Детский центр. Клиника находится к этим же зданиям. Да, кругом. На временах вид дождик, бывает туман, встречается. Но дорога, мы едем на Мелитополь, просто идеальная. Впереди, кстати, он и сияет, этот самый, Мелитополь. Мы тут езжаем уже в Мелитополь. Тоже посмотрите, какой огромный он светится. Вот, а все там. Ждешь с как будто и войны рядом нет. Светло, чисто. Идеальные дороги. Город просыпается. У нас уже без двух минут восемь утра. Для непривычных, может, только блокпосты будут удивлением. Вот так, по-моему, все то же самое, как и во всех городах. Газильчики работают. Все топоры, люди ходят в город, живет и радуются. Кстати, раньше удивлялся машинам на украинских номерах, сейчас уже перестал это делать. Послушал людей, которые пытаются переоформить, и у них это идет очень с большим трудом. Рыночек здесь находится на Мелитополе. Думаю, те, кто бывали здесь, эти места знают. Дорога, лед у нас просто, стекло. Но, давно по такой, не ездил. Одна из золочек. Покажите, показать, насколько здесь, прям, жизнь кипит-кипит. Даже в раннее, в раннее утро. Проезжаешь последний блокпост, вот так вот выглядят неизвестности. Когда ты летишь в Кавань, только ты и твоя удача. У вас не будут посыпать там по льду и говорить, что плохая погода там или еще ничего. Мы, короче, в зоне СВО, от боя столкновения находимся где-то в порядке, ну, там, 10 километров максимум. Дорогу посыпали. Как вам? Везение существует в месте, где вообще невозможно была связь. У меня она появилась, начали приходить сообщения в интернете. Мы с ребятами очень легко встретились. Сейчас идет у нас разгрузочка. Хочется кратко о погоде сказать. То есть, посмотрите, как все заледеневает. Здесь ледяные дожди, нередкость, вот как раз таки они прошли. Дорога-стекло, передвигаться просто невероятно сложно. И ребята оставляют свои автографы. Специально для команды «Время» помогать людям и всем неравнодушным людям, кто собирал помощь, помогал в отправке этого конвоя. Дорогие анапчане, хочу вам выразить искреннюю благодарность за оказыванную помощь нам, находящимся здесь в зоне СВО, что очень быстро окликнулись на просьбы военнослужащих. Всех с праздником, предстоящими, прошедшими, с Новым годом. Все у нас будет хорошо, мы победим. Так оказалось, случайно, что радостно так получилось, что мы встретились. Я сам с Анапы. Мы очень с Юрой знакомы. Давно был я и он. Вы искренне удивлены, что мы здесь сейчас встретимся на самом деле. Он не знал, что я здесь, и я не знал, что он приедет. Анапчане, вы меня хорошо знаете, я уверен. Вот так случилось, что я здесь. Дай бог тебе скорейшего возвращения. Да, так и будет. Очень удивился я вот этим всем случайностям, рабочий интернет, встретить парня, который очень хорошо знает, ему продвижение, как говорится, по той теме, по которой он вообще умеет, знает и практикует. На этой теме мы там знакомы, что мы делали в Анапе. Двигаемся сейчас дальше, на следующую точку. Я стараюсь как можно меньше там снимать, показывать. Очень много там ненужного. Я думаю, что и в прошлый раз я очень много ненужного снимал. Как видите, сейчас я в телеграме у нас полное молчание. То есть не палю, где мы находимся, что мы делаем. Не дай бог, где-то что-то можно накосячить. В общем, мы в движении. Едем еще на две точки выгрузки. Самая жуть, которая у нас происходит, у нас один сидит на заправке. Это вообще просто огонь. Давай-то, ладно, попозже постараюсь рассказать вам. Вот такая дорога, ребятки, у нас. Она просто стеклянная. И еще 100 километров мотаем до следующей точки. Такой у нас путь сегодня. Хотим передать привет всем родственникам, друзьям, знакомым. Спасибо огромное за посылочки. Все очень нужное, пригодится. Спасибо всем, кто принимал участие. Всех с праздником, с Рождеством. Всем спасибо. Хочется вам показать еще немножечко дорогу, по которой мы едем на летней резине. Потому что мы идем. Самое главное, что все получается. Осталась у нас крайняя точка, которую мы сейчас будем выполнять. Дай бог отправимся в путь домой. Вызволяйте сначала машину, надеюсь, заберем в Мариуполе, а потом Владимира, который у нас живет на заправке. Господи, я как это представлю, мне это прям не по себе становится. Вот эти самые знаменитые зубья дракона. Где мы, кстати, в месте, где был контрнаступ, как раз таки, который наши ребята смогли сдержать. За что низкий поклон и уважение. Так, ребят, оторвали от работы Алина. Специально, чтобы тебе подписать флаг. Он с ключом. Разгрузочка у нас идет. Последняя. Это одеяло противотепловизионное. Второй генератор. Ребята, за сегодня разгружаем. Дорогие напчане, спасибо за вашу огромную помощь. Поздравляем вас с наступившими новогодними праздниками. Счастья, здоровья вам. Спасибо, что вы помогаете. И извините за внешний вид. Работаем мы. В общем, самое главное сделано. Посылки все доставлены. Теперь надо спасать нашего друга. Если он там выжил, и его машину. Отправляемся дальше, ребята. Вот так вот смешная ситуация. В общем, вы большие молодцы. Все, кто неравнодушен. Все, кто помогает нашим дорогим солдатам. Все дошло. То, куда я отправлялся. Это самое важное. Прямо сюда привозят, видите, и продают. Весь комок, который нужен для солдат. А бы были деньги. За что надо сказать спасибо всей вселенной нашей. Это, конечно, за погодом. Посмотрите, какой туманчик великолепный. Вот вы не поверите, когда приезжаешь именно сюда, не любишь тут солнечную погоду. Хочется, чтобы был такой прям жесткий туман. Чтобы ничего видно не было. Как можно меньше тебя видно было сверху. Машин, конечно, по этим буракам двигается очень много. Именно благодаря такой погоде больше шансов остаться в живых. Тем более сейчас видели воронки от прилетов, которые сюда долетают снаряды. И, конечно, попасть под такое не позавидуешь. Что вы знаете о холоде, ребята? Минус два. Велосипед. Красавчик просто. Ребята, на память так маг делают себе фотографии. Туман стал еще сильнее. Мы двигаемся просто в точку белого. Очень красиво смотрятся деревья, обледеневшие. При этом невероятно скользкая дорога. Хотелось бы рассказать вам про сало, ребятки. Аль-Курита наши дорогие фермеры из Анапского района передали солдатам сальце. И солдаты тогда сало нет. То есть завезли много сало. Я им все бы рассказал о вкусе сало из детства. И все сало просто расхватали, разобрали. И уже там даже пробовали, говорили, офигеть, так ну не может быть. Насколько шпик прекрасный и классный. В общем, Аль-Курита, вам лайк. Спасибо большое тоже за поддержку таким невероятным салом наших бойцов. Ну, это уже сухопутный маршрут в Крым, ребята. Здесь трасса пролита, прочищена. Все идеально. Ну, и асфальт, в принципе, идеальный. Двигаемся от Бердянска на Мариуполь. Продается все, что вы привыкли. Ценник на бензинчик. Кстати, газом можно сразу заправляться. Заправка ТЭС называется. 92-й, 54-й, 77-й, 95-й, 59-й, 77-й. Выезд тут, конечно, печальный. Ну, а теперь, друзьяшки, Мариуполь. Посмотрим вместе с вами, как он выглядит. Что здесь интересного именно в дневное время, потому что ночной мы проехали и посмотрели. Сразу бросаются на въезде со стороны Бердянска новые строения. Ночью они выглядели еще круче. Здесь даже памятник трактору поставили, экскалатору. Вот такие уютные дворики. Детские площадки с освещением. Машины уже стоят во дворах. То есть люди уже здесь живут. Очень-очень быстро. От момента закладки фундамента до того, как уже заехали люди. С левой стороны тоже огромный живой комплекс. Кстати, он совсем по-другому выглядел непосредственно, когда мы проезжали здесь в ночное время. И довольно-таки интересно сейчас смотрится. Ну, и так же везде работает техника. Видим тонары. То есть работа кипит. Город живет. Что меня больше всего и порадовало. Построили только одни дома. И дальше уже возводят новые здания. Тоже видно, и бельется бетон. Несмотря на то, что сейчас мясовые температуры. Используют полностью все современные технологии. Ну, и склады. Так же видно и пострадавшие объекты от войны. Вот заправка полностью сгоревшая. Другие здания пострадавшие. Видите, укрывают специальными вещами, чтобы видно не было, не портить, так говорится, людям жизни, настроение. Ну, и въезжаем, если не ошибаюсь, проспект Мира. Скоро так и улицу выучу. Тоже новые здания строятся. Остановочные комплексы новые сделаны. Сейчас много чего появляется. Ставокзал, да, ну, есть. Транспорт обычный по городу ходит. Муниципальный. Город реально преобразился. Это видно, отдаленные от проспекта здания. Еще повреждены, но в них отставлены уже окна. И люди живут. Тут заводские. Понимаю, что тут были магазины были. Горы, кстати, убираются. Мы все видели технику. Можно посмотреть, тропары посыпаны. И снежок идет. Здесь можно как раз-таки контраст увидеть. Идет строительство здания. Правильно сказать, восстановление здания туда, как оно было раньше. И такой прям жесткий контраст. Сделали фасады. Повставляли окна уже почти везде. Ну и дом выглядит как будто новый. Думаю, в скором времени закончат и люди вернутся сюда. Мы говорили, что будут проходить здесь разнообразные, так сказать, исследования на возможность восстановления домов. Вот еще один. В таком же стиле. Газовые трубы новые. Разводят по нему. Вот можем увидеть, как вставляются окна. Прям при вас. Люди смех в руки. Как раз-таки реализуют это все. Я помню, как они были. Эти здания развалины. Они уничтожены. И то, как сейчас это выглядит, это, конечно, очень круто. Вот еще одно здание уже. Фасады сделаны. И я так понимаю, что забор даже сняли. С той стороны проезжаем елку и площадь с голубями. Смотрится она тоже очень интересная. Это был лиц-обзор Мариуполя у нас получается. Те, кто знают город Пещетика, как называли стиле. Ну и здание можно в тайм-код добавлять, чтобы людям, кто будет смотреть. Здесь мы подъезжаем уже к центру. Видно, что балконы еще не стекляны. А здесь уже часть здания с новыми балконами. Вот так вот, ребят. Полностью поменялся внешний облик. С левой стороны торговые центры. Либо это даже дом культуры. Что-то такое похоже. Ну это что-то взрослая поликлиника. Посмотрите, как выглядит. Я не знаю, она перестроена заново или нет. Вакцинация всем бесплатна. Диспансеризация всем бесплатна. Написи на поликлинике. Ну и остановочки, на которых люди ожидают автобусы. То есть новые, классные, прекрасные. Здесь вот даже можно увидеть, что здания пытались закрыть. Но здесь выезжаем на одну из центральных площадей. Ее тоже уже отреставрировали. Видим и скамейки, и подсветку. Кстати, свет и сейчас горит. Так правильно называются эти здания. Там, что идет, реконструкция тоже пишите в комментариях. И с левой стороны, тут на месте, я так понимаю, снесенного здания строится полностью новое. С монолита заливается и рядом восстанавливается. Реставрируют вход в пешеходный подземный переход. То есть такой большой, массивный получится. У нас уже готовый с другой стороны стоит. Такие вот ходят электробусы по городу. Ну и мы совершаем поворот. Тоже обратите внимание, что со всех сторон подземный пешеходный переход ремонтируют. А дальше здание восстанавливается. И здесь уже улица совсем по-другому выглядит. Я, по-честному, большую разницу за полгода моего последнего посещения Мариуполя увидел. Ну, то есть, как вы, что разглядели здесь, видите, здания вообще посносили, которые тут были. Потому что они восстановления не подвижали. Задача храма мимо него проезжали, он тоже там восстанавливается. Ну, при этом еще нет-нет встречается такого формата. С побитыми стеклами здания такая. И вот, о чем восстанавливает. Просто остекление поменять. Куда-то пока собственник не желает этим заниматься. Ну и с левой стороны. То есть, ну, я уже могу сказать, что город больше жив, чем мертвый. Потому что раньше вот так везде было, видите, попадание в какой-то пушке прям в стену здания. На этой заправке мы, кстати, кушали как-то раз. Ну, прям на улицу. Вот, да. Даже не знаю, как их времен построить. Такое кирпичное здание было. Но при этом здесь тоже, видите, вроде бы дом хороший, но нет. Какие-то стопы все-таки повыбеки стоят. И опять, мебельный салон открыт. Уже приходите, покупайте. На другую сторону. И посмотрите, сколько людей есть. Раньше город, я сказал, с таким полупустым. То сейчас столько народу на каждой остановке. А с утра здесь вообще просто тешит. Отлюбеется вокруг. Ну, вот тоже новое здание. Полностью тут же уже остекление. Что-то подмазывают, подкрашивают. Вот так вот выглядело старое здание. Еще вот рядочком тоже. Пытаются восстанавливать. Вот вижу, что там вкладку уже. Стены восстановили. Потом балконные перекрытия будут делать. Тоже вот леса полностью на весь дом поставили. На многоквартирный, многоэтажный. В общем, Мариуполь потеплеет. Можно будет как-нибудь приехать и прям здесь прогуляться, посмотреть по сторонам. Я думаю, что это будет очень интересно. Автобус тоже Санкт-Петербург, Мариуполь подаренный. И сейчас проедем уже по дневному новому мосту. Здесь, как помните, за Зовсталь шли ожесточенные бои. Ночью было ничего особо не видно. Вот теперь уже прям отличный, хороший мост. Сделанная под нами сейчас проезжаем ЖД пути. Дальше будет еще и сама река находиться. Интересно, что старая опора того моста остались. Я бы, наверное, даже может с той машины как памятник сделал того, что здесь происходило. Тех событий. Конечно, когда разминируют саму Азов, стали запустить завод. Это было бы тоже очень-очень хорошо. И вот, в первую очередь моста. Он будет четырехполосным в дальнейшем. Я смотрю, что уже и соседние полосы готовы. Да, кстати, смотрите, остались старые пролеты. Вот там стояла машина. Машину саму сняли. И... Жуткие кадры самой Азов-Стали. Памятник к Великой Отечественной войне. А сзади памятник... Вообще просто картина наизжучайшая. Сколько сюда летело, отсюда. Все посечено осколками, выстрелами. И вот, конечно, дела страшные. Какой же он огромнейший вокруг нее. Едешь, 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 едешь. А вот все не кончается. Везде только видно, что были брии. Везде дыры. Заборы, строения разрушены. Жуткая просто картина. Надо показать вам трафик на дороге. Только что проехали снегоочистительную машину. Ту сторону почистила. Сюда, я думаю, какая более ясная картинка с возручности будет на весь завод Азов-Сталь. Ну, я смотрю, меняется, конечно. Тут стоял какой-то вагон. Его уже убрали. И все потихонечку приводит в норму. Сколько же сил труда надо еще. То, насколько скользко все-таки, видите. Ребята. Просто в дыдах. Ну, вторая машина. Жесть. Так вот заносит. Дороги очень скользкие. Здесь остатки зданий. Вот так я думаю, что полностью разрушены. Рядышком новые микрорайоны уже построенные. Соседствуют с такими вот разбитыми картинами, конечно. Не дай бог никаким городам вообще переживать войну. Хоть бы всегда был мир во всем мире. Тогда мы были бы счастливы. Тоже новые котельные вводятся. Оборудование завозят. Посмотрите, рядом разбитое здание. Просто жуткость, картинка. Здесь тоже все идет восстановление. Это старый архитектурный. Причем, ведь ее восстанавливают без изменения особо фасадов. Поштукатуривают. Все красиво. Но здесь, не знаю, очень сильно посечено. Будут ли его восстанавливать. Все это покажет, как говорится, время. С этой стороны можете увидеть, какая жуть просто частный сектор уничтожен. Тут мы еще не проезжали. Свернули, как говорится, немножко не туда. Посечены просто дома. Хлам. Жуткая картинка. Ниссанчик на месте. Сейчас будем заводить ее, проверять, все ли хорошо у нее. Машинка вроде в порядке. У меня что-то заклинило заднее колесо. Чуть-чуть вперед-назад поездил. Расклинило. Вроде бы едем нормально. Прогрелись. Сейчас дозальем на такого вида заправочки. Она тоже пострадавшая. Ее еще не восстановили после боевых действий. В общем, Мариуполь восстанавливается. Что я могу сказать? Что город с 7-мильными шагами двигается в свое светлое будущее. Ну и сейчас по пути я вам еще покажу дороги, какие строятся со стороны Таганрога, Ростова, сюда до Мариуполя. То есть будет 4 полосы. Я думаю, что они пройдут по всему Азовскому морю туда дальше на Крым. Уже дорога великолепная. Даже вот в таких погодных условиях ехали. Было очень хорошо. А дальше, я так понимаю, что будет тут настоящая трасса федерального значения, которая отодвинет вообще значение Крымского моста очень-очень далеко. Бензинчик 95, 58 рублей, 92, 52 на Петро Оил, дизельная 64, дизельная евро 66 и газ по 30 рублей. Вот такой вот ценник в самом Мариуполе. Холодно, Арктика. Можно отметить, что дорога действительно шикарная. Сейчас двухполосная от Мариуполя в сторону Ростова. Кто ездил здесь ранее, помнит, какая здесь была лесополоса. Сейчас ее снесли, убрали уже грунт и сюда буду делать отсыпку с переносом столбов. И появятся еще две полосы. То есть будет четырехполосная дорога до Мариуполя. И причем в ближайшее время. Какие шикарные виды на Азовское море. Посмотрите, как там оно под замерзло местами даже. Я такого, честно, раньше не видел. Разглядите вы или нет, напишите обязательно. Ну и вот, собственно, техника, которая работает и уже убирает здесь столбы с помощью кранов. Круглые сутки отсюда убирает грунт и создает уже новые дороги. Обратите внимание, сколько здесь работает на одном небольшом участке. Здесь уже под покрытие подготовили подложку. Я думаю, уже к лету, возможно, будет эта дорога до Мариуполя четырехполосная. Пишите ваши варианты, как вы думаете. Колодки, походу. Надо менять Зиверу. Но он счастлив, что, наконец-то, добрался до своей машины. А мы приехали на заправочку. Ждем еще вторую тачку, чтобы прошла контроль. В этот раз там много пропускных пунктов. Все проходит довольно-таки быстро. Но машин все равно много, все равно чтение задерживает. Мы преодолели все пути, преграды, которые стояли у нас. И едем уже в Ростовской области. Пришло время поблагодарить всех, каждого и подписчика своего, хочу, и жителя города Анапы, неравнодушного, кто пожертвовал хоть рубль, хоть тысячу. Это все пошло для наших дорогих солдат. Спасибо вам большое. Ну и есть вот машинку нам дали 220 вольт. Ребятам спасибо большое. Алла Фомкина тоже не прошла мимо. Поддержала наш сбор. Спасибо тебе, Аллочка. СОЖ номер 5, второй класс и восьмой класс. Спасибо вам огромнейшее. Инна Засава. Это у нас Эль Курита. От души, ребята, Сава была просто восхитительная, которую я пробовал у вас. Я уверен, что ребятам всем тоже понравится. Было Красная Горка. Спасибо большое. Волонтеры. Время помогать людям. Всем, кто помогал складывать, фасовал. Находится постоянно на пунктах. От души вам огромнейшее спасибо. Ну а также плетет все эти, заливает свечи, делает еще очень много чего. Ребята, вы лучшие люди земли. Спасибо вам. Позывной культурные люди. Спасибо огромнейшее за вашу помощь. Неравнодушные жители. Анапы, ТОС-8, ТОС-1, санаторий Родник, отель Утесов, ДК села Варваровка, волонтеров Переслав Залезки, администрацию Субцеха, Евгению Юрьевну Пономареву и студентов АИТ. Коллектив ТЦ Красная Площадь и группа Зет Успенский район. В общем, всем ребятам, кто помогал и в нашей поездке, и вообще помогает солдатам, от души вам огромное спасибо. Ну а мы еще около 10-11 часов будем тошниться по вот этой вот погоде. У нас кончилась омывайка сейчас. Поедем на заправку, купим и дай бог доберемся. Благодаря вашим, как говорится, лайкам, комментариям, это так и будет. Ребят, я счастлив, что все получилось. Уже в комментарии в телеге прилетают мне с благодарностями от именно тех людей, которым все это ехало. От души, ребят, для вас. Спасибо. Наш любимый город встречает снегом. Уже дома, уже выспался, уже по гражданке. У нас сегодня ночью будет до минус 10, придут холода. Спасибо богу, что вообще дал нам такую возможность прокатиться с хорошей погодой, туда-обратно вернуться. Сейчас поеду отгонять машинку, которая, кстати, тоже справилась. Очень мне радует то, что она нас уже столько раз свозила и надеюсь, что ребята нам ее дадут еще. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы у Хонда была своя машина. Я вот желаю, чтобы Амазас смог решить этот вопрос и у всех все получилось. Пока машинка прогревается, есть возможность немножко дорассказать. Пункт пропуска на новые территории. Хочу сказать, что туда мы заехали без проблем. Единственное то, что у нас у одного человека не было паспорта, поэтому мы его оставили на заправке. Хорошо, что его там приняли отлично. Он провел там вообще почти сутки. Там к нему отнесся хорошо человек, который работал. И они вместе там провели день. Владимир нормально добрался домой. Все хорошо. Ему спасибо за помощь, за машину. Благодаря ему мы помогли двум подразделениям как минимум. Потому что именно на две точки в его машине был загружен груз. Как вы видели, у нас была под крышу, под завязку на остальные направления. В сами пункты пропуска туда очень быстро. Обратно теперь то, что было на пуск и выпуск, работает чисто только на пропуск. Хороший досмотр. Я впервые им доволен. Быстрый досмотр. Это тоже большой плюс. При том, что очередей не было. Просто заехали, что-то простояли. Прошли быстрее, чем абхазскую границу. Мы проходили из Абхазии в Россию. То есть это плюс. Жалко, конечно, что приходится сначала нашему главнокомандующему там побывать, втрять в пробку. А потом уже только начинает решаться проблема, что у нас чиновники не действуют на опережение. Там, где тонко, надо всегда делать так, чтобы было хорошо. Я уже выехав с территории, обратил внимание на то, что мы не слышали арты. То есть было, ну, наверное, из-за того, что был туман. Я показывал вам, да. То есть не было возможности корректировки там бы была. Такое, знаете, затище. Потому что все время, когда мы приезжали, везде где-то рядышком что-то взрывалось прилет. А это, знаете, как был выходной на войне. Вот по-другому сказать не могу. Ну, либо опять-таки мы находились под куполом чем-то. Потому что очень много совпадений. Я вот телефон с МТСом местным нашим там принимал через интернет сообщения. Работал у меня везде, где мне надо было связи. Я везде созванивался. Вообще что-то невероятное. Меня прям очень удивило. При том, что мы раньше ездили, там на местных симках не могли дозвониться. На всех точках всех нашли. Никаких там ошибок. Все прям четенько, как я спланировался в голове, так и получилось. Это великолепно. Ну и хочу поблагодарить, во-первых, всех ребят, которые участвовали в сборе. Всех людей, которые откликнули свои капитальные красавцы. Обидно было слышать на одной из точек, куда мы привезли ребятам. Говорит, ой, что-то давно тебя не видно. Я говорю, ну, ребят, я работал, не ездил пока. То есть, ну, говорит, прикинь к нам. С последнего твоего раза ничего не доходило больше. Мне плакать хотелось, честно, от этих слов. Они говорят, пойдем чай попьем, поедем. Горько стало на душе. Вроде столько у нас людей работает, куда-то что-то возят. Вот, там, ну, как бы, деятельность-то идет, а ребята, куда вы возите? Ну, там же много наших, то есть, там все наши. То есть, ну, как-то более, не возите в одни точки, возите в разные. Мы даже за этот заезд побывали в Херсонской области, побывали на Запорожье. Отгрузки у нас. А еще есть и Донецкая, и Луганская, куда тоже ребятам надо. В общем, действуйте. Я, честно, уже думал, что все настроено, все работает, но получается, что не совсем так радужно, как есть. Ребята держатся, все отлично работают. Вот, как вот, не обращайте внимания, что на одной из точек, там, парень был в грязном, они машину перебирали своими руками, чтобы восстановить, там, и у них было средство для передвижения. То есть, мужики решают вопросы, как могут, руками. Это тоже важно. То, что они не отчаиваются, не сидят на попе ровно, не ждут там маны небесные, а живут и охраняют при этом собой нас. И очень жалко, что многие не понимали раньше, вот до того, как в Белгород начало прилетать, и говорили о том, что вот если бы нас, тогда бы мы, гу-гу-гу. То есть, я когда увидел впервые Мариуполь, и поэтому я так сильно удивлялся, как он выглядит сейчас, я тогда еще ужаснулся тому, не дай бог бы к нам пришла война. Все наши любимые места, города были уничтожены, все к этому и шло. И дай бог, чтобы все-таки, да по-другому быть не может, нам другой жизни не надо. Почему? Потому что нам не нужна Россия, в которой не будет нас, и нам не нужен мир, в котором не будет русских. Вот это самое важное, все должны понимать. За что стоят там наши ребята? Я против войны, ребят. Я за то, что политики договаривались. Но сегодня вот ночью бомбили Йемен. Вы сами видите, что там происходит на Ближнем Востоке. То есть, все только ухудшается, и все ведет только к большейшему провалу. Потому что хотят отстоять гегемонию в этом мире, что однополярые, и только они могут решать, как нам жить, как нам быть. Не хочу больше о политике, хочу сказать еще о том, что человеческое в каждом должно оставаться. И любите вообще весь мир, всех людей, как это делаю я. У меня нет никому ненависти, нет никому неприязни. Я благодарен всем, кто помогает. Я за то, чтобы, знаете, вот здесь сейчас, сегодня, вообще все взяли, сложили оружие, обнялись и жили далее братскими народами. Но пока мы в такой ситуации, в которой не хотят, чтобы были мы. А мы хотим, чтобы были мы, наши дети и внуки. И жили они долго и счастливо на земле. Я не говорю русское, я говорю на земле. Они где-то там, где нет ничего после нас. Всем всего светлого и ясного. С вами был Юрий Азаровский из Анапы, снежная Анапа. Я очень рад, что те, кто смотрит меня, осознанно понимаете, что давным-давно пришло время определяться. И касается это каждого. Еще раз говорю, все те, кого они касаются для меня, лица нетрадиционной ориентации. Те, кто живут в своем мире и говорят, что, блин, мы тут такие путешественники. Ну, вот я тоже путешественник, а я поехал туда. Мы съездим еще и в горы, я надеюсь, и по побережью. Но надо не забывать о том, что там наши ребята и им надо помогать. От души, ребят, за каждый ваш рубль, за каждый ваш смс, за каждый ваши носочки, за каждую вашу секундочку внимания для наших ребят. Я вас всех люблю и обнимаю. Все. Привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. До встречи в следующем видео.